Привет, друзья! Подписчики мои, у нас сегодня будет тест Arise Fafnira. Он безумно красивый, красный, интересный, и у него одна проблема, один косяк. Вот эта вот штучка, смотри, вот у Джокера она прозрачная, поэтому смотрится прям топово. Здесь сам он красивый и великолепный, но драйвер могли бы и подкрасить, я думаю, прозрачным. Такая же проблема, и у Космо, кстати, Валькирии, у него тоже проблемка с этим синем вот этим вот диском. Я думаю, что если, допустим, поставить ей вот этот Ашур, вот этот вот VBA, да, эксклюзивный диск, она будет смотреться, вот, смотри, что, э, все у меня развалилось. Вот смотри, мне кажется, вот так вот, в таком формате, Космо Валькирия выглядит симпатично. То есть, как бы здесь все так гармонируют, синяя Валькирия уникальна, и это прям прикольно. Вот, но это будет в другой раз, и вообще-то мы убираем пока все. А вот Ашуру мы оставляем, потому что именно с ней проведет свой первый тест данный Эррайс Фафнир. Проверим, на что он способен. По Космо Валькирии я уже протестировал ролик на канале, не знаю, что сказать. Забавный, прикольный, красивый, синий, интересный волчок. Побеждает ли он? Ну да, иногда. Так, а так, в целом, я вам даже, он, сейчас, досмотрим, секунду. Побеждает у нас Эррайс, кстати, Фафнир. Я даже не могу вам посоветовать, реально, однозначно, брать его, ну, красного и синего, потому что они были в наборе. И то есть я, естественно, советую брать Апокалипсиса и Белу, вот эту вот Элигну, и Нигму. Вот, но именно если бы они были отдельно в рандом-бустере, наверное, я бы сказал, что, ну, если есть возможность, то, конечно, берите Атак именно в наборе, именно посоветовать, чтобы ради этого набора, ради не Апокалипсиса, там, да, Элигмы, а ради красного брать его. Я не могу так однозначно сказать, ну, синего и красного. Потому что это все-таки не уникальный волчок, это все-таки сборка. Поэтому сложно. Такую сборку вы собрать можете и дома. Это у нас, этот, беленький от Венома, это вот от Космо, это от Фафнира, а это вот у нас идет от Эйс Дракона. О, слушай, у меня родилась идея, прям сейчас в ролике, даже растают хронометраж, правильно? Мы сейчас попробуем собрать, так, нам нужно это, это, очень много геморроя, это, это и Фафнир. О, то есть, чтобы собрать данный волчок, вам нужно будет у себя иметь 5 волчков. Это Визер Фафнир, Джагмэн Джокер, Гранд Ронг, Рок или Эйс Драгон, Райс Веном и Космо, вот этот вот чувак. Итак, давайте посмотрим, что у нас будет в итоге. Джокер, эта деталь у нас, интересно, он будет такой же по силе или будет послабее, вот я что-то не могу пока для себя определиться. Так, это Фафнир, дальше диск от этого, чувака, Райс, вот эта штука мне нужна, получается белая, в моем случае белая. А, в вашем случае, естественно, тоже. Да, и получается, мне нужен еще от Космо, вот эта вот крестовина. Сейчас все перепутаю. Окей, собираем такого волчка, в принципе, его и Космо, кстати, тоже там не так уж сложно собрать на самом деле. Кроме, хотя нет, вру, Космо собрать очень сложно, такой наконечник пойди поищи. Вот, поэтому, наверное, Космо считается уникальным, а вот красненький, наверное, не такой уникальный. Ну и вот, что у нас получается. Вот то, что я собрал из вегеталий, вот то, что мне Токаратоми рассказывает, что-то новинка. Конечно, красный, безусловно, круче, по крайней мере, внешне, выглядит замечательно. Но кто из них сильнее, давайте это прямо сейчас, и мы протестируем, и выясним уже. Закроем этот вопрос. Ну, я лично его закрою. Ага, конечно, это даже не запустим сейчас. Ну-ка. Блин, у меня опускалка влево что-то подвисает, только я другу возьму. Берст! Берст! Смотри, того, кого я собрал Ян, он почему-то вращается в центре. А который из набора, он по кругу. А у нас красный был немножко сильнее. Ну-ка, давай еще один. Ну-ка, что-то я не понял. Не знаю, друзья, не знаю. Разбирать пять волчков, чтобы получить вот такого именно из набора, наверное, тоже смысла нету. Вот, серьезно. Потому что он что-то слабоват. Да, слабоват. Даже такого же победить не может, как бы, своего оригинального брата, так сказать. Ладно, хорошо, продолжаем тестировать его. Почему бы и не продолжить. Слэш дракон. А то, получается, мы... Вау! Вернется? Нет? Нет, проиграл. Добивание с ринга, друзья мои, произошло только что на ваших глазах. Слабоват, парнишка. Если космо там еще уникальный деталь, то такого я бы вам точно не то, чтобы не советовал, не рекомендовал. Просто, наверное, лучше, знаете как, пока есть возможность, да, у вас что-то купить. Если бы он... Мы говорим, опять же, мы говорим не про огромный сет с апокалипсисом. Нет. Мы говорим про конкретный рандом бустер. Если бы он был в рандом бустере, то я бы сказал, ребята, нет, купите лучше что-нибудь другое, дабы сейчас вот пегаса того же возьмите. И вообще он классный. Кстати, если я не ошибаюсь... Сейчас проверим. Ну, вернее, я ошибаюсь, но подожди, сейчас посмотрим бой. Слушай, ну у нас ничья. У пегаса не такой же, да, у пегаса другой. Я вот такой же был вроде драйвер у кого-то, но без металла, да. Мне кажется, был такой же аккурат, как вот с Балкешем. Вот такой же был, по-моему, у Вайвера на такой наконечник, но с пластиком. И, по-моему, такое было. А у кого в комментариях, пожалуйста, напишите, я не помню, что-то я. Ну и раз у нас тут есть рядышком под рукой, у меня где-то был только что Балкеш, пожалуй, его мы сейчас и запустим в следующем батле. Ну-ка. Поехали. Бейблейду! Огоняют соперники по рингу. И творится что-то необъяснимое, но проиграл. Проиграл, друзья, слабенький волчок. Очень-очень слабенький. Очень красивый, безусловно, красный. А вот еще у меня есть красный флэр драгон. Но, но счет не, друзья. Счет не пока. Такая сборка. Такаратоми. Ай-яй-яй, такаратоми, такаратоми. Просто не знаю, вот. В наборе с лордом Сприганом был лорд Сприган и прикольный Дред Богамут. Слэш-драгон, ну, конечно, вот этот был парнишка. Ну, у меня уже кастом, но он был вот этот, на вот парень. Там тоже вот один был слабенький. Орпегис был уникальный. Четец прайзен был клевый. А Роктавор белый прикольный. Лонгинус Луди тоже классный. Здесь вот этот вот красненький, наверное, наверное, все-таки не подтянет. Если мы рассматриваем цену набора за Апокалипсис, как за Апокалипсиса и за белого Энигму. Как же? Энигму, Энигму, энигму. Регалия. Господи, я говорю, Энигму, почему Бэтмен наигрался? То, наверное, и вот эти два, и красный, и прикольный, и синий, как бы, бонусом. Это клево. Это прям вообще отличные волчки. Можно спокойно забирать детальки от Джокера, от Дракона и прям крафтить. Но вот если мы берем именно формат рандом бустера, или даже не рандом бустера, мы берем даже формат, мы даже можем еще глубже копнуть. Если мы возьмем отдельный вид такого волчка, что Фафнир у нас, допустим, был, ну, вот такой стандартный, да, и нам дают вот такую версию, как лимитка, проиграл опять, как лимитка для ББА, то, конечно, нет. Конечно, нет. И если нам дают вот такого Фафнира сразу, если мы убираем то, что Веном только черный, а вот такого даже в природе не было, и вот такого нам дают, вкатывают вот такого нам Фафнира, то тоже, наверное, нет. К сожалению, он, ну, не тянет. Ну, никого он сегодня не выиграл. То есть, типа, что за ерунда? Ну, давай какого-то слабенького Гидру возьмем. Не слабенького, но вот Гидра не такая уж и слабенькая, кстати. Это все проблемы, на самом деле, даже не в Фафнире, даже не в левой стороне. Проблема именно в этом Эрайз Лойере. Я считаю, что Эрайз Верхний Диск самый провальный, ну, Ахиллес там еще рядом, шам где-то стоит, но очень провальный вот этот сам Лойер, который он, он красивый, он, безусловно, волшебный, великолепный, вот сейчас вообще ничья с Гидрой, да, то есть послабее сразу ничья у нас, хотя бы ничья. Провальный слой, и даже вот его комбинация, вот я собрал, вообще того не стоит, абсолютно ничего она не стоит. Но, тем не менее, возьмем там еще слабенького такого парня, вот у нас есть дракончик, такой комбо, рандом, кастоми-зет, сет! Взрывает! Ну да, ну, конечно, это слабенькая сборка, слабенькая комбинация, это понятно все, но вот слэш Валькирия, более серьезных соперников, ой, ему не хватает, не хватает так, ну вот, видишь, выбивание с ринга. На более серьезных соперников этот парень, к сожалению, не распространяется. Ну вот, а что делать? Да ничего, собственно, не делать, просто вот как-то так, не знаю. Ну давай еще Лорд Эспрайзен, о, слушай, не, давай Ахиллеса, потому что Ахиллеса слабак, давай мы еще ему драйвер поднимем, вдруг прокатит поднято драйвером, пик-пик, раз, раз, подняли драйвер, полетели. Бэйблэйд, даже фору дам этому парню, вдруг с форой он прям сможет. Ну нет, друзья, ну никого, просто никого. С гидрой ничья, дракона он взорвал, но, о, Ахиллеса победит, нет? И даже Ахиллесу он уступил, хотя, мне кажется, была тут ничья. Друзья, поэтому данный волчок отправляется в категорию слабейших, данный, ну, вернее, вот диск, надо, я думаю, что можно, знаете, как сделать, я вам расскажу, можно взять красную грант от дракона, да, или можно взять от спрайза, вот эту вот красную, золотым, или можно взять еще от флэйра драгона, и даже, наверное, от Ахиллеса, и тогда этот волчок будет топ, вот топ-топ-топ прям, это будет, наверное, даже, наверное, добрать, да, вот от флэйра драгона, вот тогда это будет супер. А, подожди, а флэйр драгона мы не сможем поставить в левую сторону, тогда окей, если я понял, Тогда от Сприга на Реквиема, потому что он вращается влево и вправо Вот, вот этот комбо будет отлично На этом сегодня все, лайк, подписка на канал С вами был следующий я, всем пока-пока, до новых встреч Круто ролики, всем пока-пока